Далее в нашем эфире Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Спасибо. Ну вот, героям слава. Вот очередной фейк российской пропаганды. Раз 15 они уже Бахмут брали и ровно столько же рассекречивали, в кавычках, все планы украинского командования. Как вы считаете, по какому принципу это вообще работает? Неустанно повторять одно и то же из каждого утюга, а вдруг кто и поверит? Прекрасные ученики Геббельса, они замечательно усвоили один из постулатов пропаганды о том, что ложь, повторенная тысячу раз, она становится правдой. При том, что не Геббельс автор этой фразы, но тем не менее он ее очень сильно и много раз повторял. И да, мы видим то, что ложь, повторенная сотни раз, сотни раз, максимально через огромное количество источников, радио, газеты, соцсети, это вся история, она даже самого скептически настроенного человека заставляет сомневаться именно этого и добиваются пропагандисты. Хотя посеять сомнения и изменить, подменить именно первоначальный тезис. Вот этим своим не все так однозначно. И уже после того, как человек принимает подмену тезиса пропаганды, начинает работать с ним гораздо более жесткими методами. Вот эту механику, распропаганда, повторяю, множество раз, одно и то же, одно и то же, использует и рассчитывает на ту часть населения, которая все-таки как-то сомневается и в какой-то момент может примкнуть к точке зрения, которая невыгодна путинскому режиму. Ну, конечно, бессмысленности войны против Украины. Поэтому они будут качать, качать, еще раз качать, надо к этому спокойно относиться и максимально ограничивать себя в восприятии вот этой потоковой информации. Андрей, могу я попросить вас что-то со звуком еще сделать? Мы вас слышим, но чтобы было четче, может быть, микрофон где-то у вас... Хорошо, я постараюсь погромче говорить. Да, да, договорились. На вашем сайте вы обратили вот еще внимание на что? На фейковый приказ якобы Херсонского отделения СБУ. Сейчас Роспропаганда его активно разбрасывает по всем своим каналам. Касается он наших военных, и там прописано, какое наказание должно следовать за невыполнение приказа. Можете чуть подробнее рассказать, как они лепили эту бумажку, что именно там прописали и на кого все это рассчитано? Ну, лепили на коленке, как, в принципе, и все в последнее время, потому что то, что видим мы, они находятся в цинкноте, и максимально много допускают ошибок. Не вникая даже в подробности процесса, там, украинского документа оборота, они допускают целый ряд грубейших ошибок, которые даже визуально указывают на то, что это фейк. Вдаваться в подробности не хочу, чтобы не упрощать протагонистам жизнь, пусть дальше фейк-делы занимаются то, чем делают, но вот эта фраза о том, что из ПТУ в ГРУ, она говорит о том, что на сегодняшний день качество этих фейков, оно становится ниже, ниже и ниже. Возможно, из-за того, что сами фейк-делы, пропагандисты, разочаровываются в собственной работе и в недостижении цели, потому что если на внутренний рынок у них хоть как-то получается работать, то внешний рынок на них просто уже смотрит как на полоумных, которые ахинея за ахинеей, и чем, ну, они, наверное, считают весь мир настолько глупыми и настолько подверженными их дезинформации, что либо же умышленно это делается... Ну, это у них как раз в стране из ПТУ сейчас забирает всех подряд. Да, 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 об этом же и речь. Из ПТУ в ГРУ. Вот, и вот эти вот бывшие ПТУшники, они становятся ГРУшниками и шлепают эти фейки из непонятно чего. Касательно, на кого рассчитана, аудитория этой информации, ну, безусловно, является военной, и их семьи это очень чувствительная аудитория на сегодняшний день. Враг всячески пытается рассорить разные украинские силовые структуры для того, чтобы сломить наше сопротивление. Надо отдать должное, мы держимся, но к чему хотелось бы призвать и на чем сакцентировать внимание. Ни в коем случае не делиться персональными данными в социальных сетях, в Вайбере, в Ватсапе, вот во всех группах. Я понимаю, что у многих есть там собственные тяжелые психологические проблемы, и люди пытаются либо найти своих пропавших без вести, и враг этим пользуется активно. Враг запускает огромное количество чат-ботов, враг входит в маленькие какие-то группы людей по интересам, где всячески пытается собрать максимально большое количество персональных данных людей, чьи члены семьи находятся на фронте, и потом в дальнейшем использовать именно эти персональные данные именно против этих людей, заказывая мелкий таргетинг, доставляя именно им информацию, которая для них очень чувствительна. Да, но это еще не все кремлевское вранье. Оказывается, под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией, об этом также написали российские СМИ, цитировали там каких-то чиновников, людей в этом концлагере, ну, как утверждает распропаганда, содержат в тяжелых условиях, на скудном пайке и пытками буквально принуждают пойти воевать против России. Скажите, ну, такие небылицы на кого рассчитаны? Их тоже, получается, кому-то скормить? Надо понимать, что этот фейк – часть большой дезинформационной кампании по так называемой насильственной мобилизации и дискредитации руководства ВСУ в целом. Пропаганда ссылается на слова якобы сепаратиста Барабашова, который якобы все знает о концлагере, но представить доказательства почему-то не может. И это слабое место, на котором, как правило, всегда рвется вот эти небылицы лабораторий, гуси, комары, теперь концлагеря. Раньше враг распространял фейки про заграны отряды националистов, которые расстреливают нежелающих умирать за киевский режим. Фейки эти затихли, потому что не имели подтверждений нигде никаких. Точно так же затихнет и этот фейк, потому что никакого подтверждения, мы же понимаем, насколько абсурдно. Это все настолько должно разжечь, то есть ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее поверили. Опять же, мы идем к первой, и такое впечатление, что у их пропагандистов настольная книга, это вот труды Генбельса, да, вот как превратить там нацию в свиней. Дайте средства массовой информации. И вот непосредственно все по этой книжке, просто даже иной раз доходит до, ну, кажется, но они же не могут быть настолько глупы, но в это же дно нет, снизу стучат, и мы видим о том, что появляется новый фейк, там, про конслаги. Еще раз направлено, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию, поддерживая всеми силами вот градус агрессии, градус ненависти, и максимально пытаются удержать вопрос без ответа, а что мы делаем в Украине? Ну, что мы делаем в Украине? Потому что люди, хоть мало-мальски умеющие критически мыслить, но все чаще и чаще задаются этим вопросом. И такая интересная тенденция, что вот на примере такого фейка мы можем заметить, что враг проецирует ситуацию в своих войсках на вот эти фейки ОВСУ. То есть по этим фейкам мы, в принципе, можем понять, что происходит в российской армии. И, скорее всего, там происходит сейчас конслагида. В России проблемы с мобилизацией, они запускают кампанию о насильственной мобилизации в Украине. В России проблемы с нехваткой техники, и тут же мы слышим кампанию о том, что в Украине нечем воевать. Понимаем, что в будущем рост пропаганда будет и дальше строить фейки на теме мобилизации, чтобы манипулировать. Мы к этому абсолютно готовы. Читайте, подписывайтесь на каналы Центра продействия дезинформации во всех социальных сетях. Заходите на наш сайт, вы всегда можете верифицировать, проверить информацию для того, чтобы не попасть в ушку российской пропаганды. Да, ничто не чуждо российской пропаганде. Они в том числе безведомо используют именитые авторитетные зарубежные издания, и таким образом их дискредитируют. Пришлось открещиваться от фейков на этой неделе и The Guardian на российских платформах, ссылаясь на это авторитетное издание. Начали писать, что якобы украинские военные не смогли достичь даже минимальных результатов по управлению танками «Челленджер-2». Все это рассказывал некий инструктор, Джо Батлер, имя придумали. Да, вот выдержка из этой липовой статьи. И по словам этого Батлера, наши военные не набрали даже минимальных баллов, а некоторые вообще сбежали из учений. Так вот, как сообщает The Guardian, Джо Батлер – это выдуманный персонаж, а в их статье все было с точностью да наоборот. Танкисты показали, наши танкисты, отличный результат и слаженность. Вот еще один пример. Как вам такое прочтение статьи от Роспропаганды? Этот пример является отличной демонстрацией обычной практики Роспропаганды. Для того, чтобы создать дезинформацию, они, во-первых, обращаются к известному изданию, ищут нужную тему. Чаще всего это рубрика авторских колонок. И эта рубрика, как правило, не отражает мнение редакции и самостоятельное мнение автора. Дальше они ссылаются на этот условно-анонимный авторитет. Иногда это некое официальное лицо, бывший сотрудник разведки или бывший чиновник. Но на сегодняшний день, вот еще раз повторю то, о чем говорил в начале, в этом центноте они даже не заморачиваются кого-то искать, а с потолка берут имя, фамилию, Батлер, и поехали. То есть, я не знаю, это, по-моему, из известного произведения персонаж. Наверное, кто-то там читал «Унесенные ветром» накануне, и у них появился специалист Батлер. Получается, в принципе, вполне себе правдоподобная для обычного гражданина информация от авторитетного издания, как будто бы известного эксперта. Часто видим, регулярно публикуем на это. И вообще, это очень интересная тенденция. Вот если посмотреть их каналы, там даже появляются люди, ради интереса ты просто забываешь фамилию, имя. Ну, ты хочешь посмотреть, кто же этот эксперт андиозный, который вот что-то там комментирует. Либо нонейм, либо какая-то домохозяйка, безработный. Ну, то есть, я думаю, что они там дают какие-то небольшие деньги этим людям. Прямо корреспонденты на месте с просьбой, ну, вот скажите вот так. И человек в большинстве случаев речь не идет о какой-то глубинной системе шпионской или еще что-то. То есть, вот все на коленке, все бегом-бегом-бегом. Наши все съедят, все получится. Ну, Андрей, военная техника от наших западных партнеров продолжает поступать. И, наверное, пропагандисты на этом не успокоятся. И вот такие вот статейки будут, как вы говорите, на коленках и дальше лепить. Вот что-то подобное забрасывать. Естественно, чаще всего с этой темой связаны несколько нарратилов. Вот эта вот военная техника поступит слишком поздно для Украины. Военная техника неисправная, старая. Украине дают какой-то мотлах. И вот все, которое было военной помощи, это последняя помощь. Целью использования таких вот нарратилов является распространение паники, панических настроений среди населения Украины в связи с отсутствием или превращением появления средств защиты от вражеской армии и возможной победе оккупанта. Но западная помощь поступает. Мы это видим, слышим, знаем, чувствуем. И украинские воины невероятно быстро усваивают необходимые навыки, знания для качественной работы и готовятся, я уверен, эффективно. Это правда. Это правда. А еще все чаще самые невероятные фейки в России озвучивают чиновники высокого ранга. Например, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить западные области Украины. Песня, мы знаем, это уже старая, давно знакомая. Почему солистом на сей раз был Нарышкин? Как вы полагаете? И как-то плохо, кстати, у него получалось. Нервничал, сбивался. Ну, он вообще не публичный. Надо отдать должное. И не первый раз мы видим, как он нервничает, сбивается. Я думаю, в России есть кризис спикеров и кризис доверия к спикерам со стороны лидеров, со стороны Кремля. То есть Медведев уже не интересен в этой связи? Уже как-то давно он всех рассмешил? Наверное, уже... Ну, вот такие заявления, которые делает Медведев, они имеют право, ну, они одноразовые. То есть вот один раз можно угнажать. Дальше происходит такая инфляция этим заявлением, ну, что человек становится, в принципе, посмешившим. То есть у нас уже был и судный день, да, и там такой ответ, от которого задрожит весь мир. И все. Вот как бы сдулся. На этом, ну, как говорят, если достал, стреляй. Ну, если не выстрелил, дальше веры нет. Само заявление, по сути, говорит о попытке Путина переместить как-то фокус внимания, как российской, так и части патриотически настроенной украинской аудитории, о готовящейся активизации боевых действий на фоне визита Зеленского в Варшаву. И поэтому Нарышкин, он выступает в необычной для себя роли публичного лица в попытке реанимации вот этого старого заезженного ИПСО об экспансионистских настроениях и планах Польши. Вот, поэтому, говоря откровенную чушь, он и чувствует себя неуверенно. То есть, с другой стороны, участие Нарышкина, оно должно лишний раз продемонстрировать готовность белорусских властей поддержать Россию. Ну, выбор Нарышкина, я думаю, для этой роли крайне неудачный, подчеркиваю, дефицит надежных кадров в окружении Путина. И, опять же, для нас это хороший симптом. Скорее всего, агрессор останется в одиночестве. И тот переворот с табакеркой, вот он ближе и ближе, и ближе, недавно так глубже-глубже пытается спрятаться в свой бункер, но вряд ли получится. Да. Ну, еще сейчас пропаганда в России никак не может определиться с каким-то единым нарративом об убийстве коллаборанта Максима Фомина. Об этом сообщает Институт изучения войны. Обвиняют при этом, мы помним, да, и украинские спецслужбы, партизан украинских и своих, и людей Навального. Почему у них столько версий наплодилось, как вы думаете? Я думаю, они в растерянности от реакции общества на этот теракт. Потому что ожидаемого взрыва, возмущения, народного гнева, на который рассчитывали, наверное, террористы, его не произошло. Потому что, ну, большая часть российского общества, она, как показалось, не верит в причастность Украины к этому теракту. И вообще относится очень скептически к личности этого военкора, который грабил банки, убивал инкассаторов, а потом стал каким-то народным героем и трибунам. Просто какой-то паноптикум. Невозможно это как-то уложить все в логическую цепочку. Россия пережила вот эти свои сахарные истории с сахарными терактами. И, наверное, ФСБ ничего не приходит лучше в голову, это повторять историю 2000 года, когда у них все начало взрываться, и народ объединился вокруг антитеррористического лидера, который там собирался всех мочить, где только ему не придется. Вряд ли это сработает сейчас, но этот фактор есть. Выборы Путина не за горами, поэтому так или иначе он намеревается переизбираться. Еще одна попытка притянуть к теракту людей Навального тоже пока не дает никакого результата. Это, опять же, выпадает из всех возможных парадигм. А вот то, что кафе принадлежит Пригожину, а вот это проводит для Кремля ненужные параллели с Вагнером, с его конфликтом, с Шойгу, и вообще со всей этой историей с военкорами. В их среде, вот, кого задело, это военкоров. То есть мы видим, ну, определенную панику и страх для своей жизни. Да, ну и вообще невыгодно говорить, что к этому причастны украинские спецслужбы. Это значит признать, что они проморгали в центре Петербурга вот такую вот спецоперацию. То есть это значит, говорит о некомпетентности российских спецслужб. Нам их военкор, ну, вот в смысле. То есть нам надо, чтобы он живой остался, этот свидетель преступлений. 100%. Который должен давать показания в суде. Мы заинтересованы, чтобы пусть они останутся живы, и мы их потом придадим справедливому суду. Россия зачищает концы. Да. Они же теперь уже хотят под этим соусом смертную казнь вернуть. Вот для чего им нужно было. Чтобы еще больше закрутить гайки и запугать всех внутри. Андрей, спасибо огромное вам за эту аналитику. Вам и вашим коллегам. Андрей Шаповало был в нашем эфире. Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.